программа узники гулага у микрофона лев гальштейн за звукорежиссерским пультом илья печенкин и сегодня мы говорим об узниках гулага история семьи воспоминаниях елизаветы делебаш и у нас в эфире сегодня елизавета александровна делебаш филолог добрый день добрый день ну елизавета александровна может быть начнем с ваших родителей прежде всего отец мать оба были расстреляны в 1937 году но начались все эти перипетии еще в двадцать седьмом году да да ваш отец александр соломонович и оселевич да мой отец александр соломонович он происходил из простой семьи но он кончил реальное училище и очень интересовался или как сказать был вовлечен в революцию и одним совсем еще мальчишкой 15 лет он вступил в партию рсдрп вот и продолжал когда после революции он продолжал быть в ее рядах и его как-то выделили и он уже восемнадцатилетним собственно говоря ему было 18 лет нужно это сразу учитывать несколько восторженный юноша он был назначен секретарем урицкого то есть он работал в чека то есть он работал в чека и был секретарем урицкого после гибели урицкого он был секретарем боки который заменил урицкого когда боки уехал москву собственно говоря работа отца фактически в чека прекратилась он по некоторой версии он уехал учиться в екатеринбург вообще он экономист но я вот так рассказываю дело в том что это трудное повествование и кроме того я очень многое узнала уже теперь потому что раньше и от меня скрывалась не только жизнь отца она вообще что он из себя представлял никто не хотел на эту тему из родственников разговаривать также никто не хотел мне рассказывать о матери это было табу которое я будучи ребенком понимала что надо никому не говорить о своих родителях почему мой отец примкнул фракции сначала которая была так и судя по истории недовольно сталинскими переменами когда болел ленин и через года два он фактически отказался от участия в этой фракции но это его не спасло то есть это была фракция бухарина это была фракция бухарина преображенский смелга там много таких известных людей но не троцкий хотя его в конце перед расстрелом обвинили в троцкизме то есть последователем троцкого он не был не был он последователем троцкого не был он жизни вот дальше так сложилось что он работал преподавал на институте народного хозяйства в москве и как экономист он увлекался литературой сам писал стихи у него были я знаю что при обыске у него изъяты литературные произведения его он печатался в журналах на экономические темы был довольно так известным человеком судя по тому что сейчас я нахожу в литературе но вот связанная с арестом двадцать седьмого года да вот в двадцать седьмом году его арестовали но как я теперь выяснила вот из письма матери к сталину он арестован не потому что он относился к фракции а потому что он я сейчас это тоже нашла документ на партийном собрании вступился за одного из членов своей порт ячейки уверяя что это честный человек и надо верить ему его честному слову кстати в его показаниях очень часто разговор идет о честном слове это очень наивно выглядит сейчас когда прошли такие массовые аресты и расстрелы он вступился и это ему поставили в вину и собственно говоря первое его обвинение в котором его обвинили и сослали на три года в сибирь в минусинск было называлось так клевета на органы агпу что органы агпу арестовали человека который по мнению отца не виновен а он обязан быть виновен раз его арестовали вы родились как раз уже в этот период мама осталась одна беременная на последнем месяце и она родила меня в москве но давайте скажем что мама это не на захаровна делебаш да мама моя не на захаровна делебаш по одной из версий она она была студенткой института народного хозяйства где преподавал отец и по одной из версий они познакомились она студентка он преподаватель и поженились и я когда родилась мама стала то есть еще два слова матери значит мать из грузии грузинка я не подчеркиваю национальность а просто объяснить что она кончила заведение святой нины это примерно то же что смольнинский институт в петербурге вот и очень сплошные оценки аттестата отлично кроме этого этот аттестат переведен ею на русский язык без единой ошибки внизу подпись вообще мама писала без ошибок очень красивым почерком на русском языке нужно сказать что и отец и мать были люди высоко грамотные и но мама политикой не занималась мама совершенно не занималась политикой мама у меня пела мама в последнее время работала когда кончила она не экономистом пошла работать но там в силу некоторых обстоятельств она стала в студии хмелева это было такой крупный театр в москве она была там секретарем и выступала судя по тем фотографиям которые я знаю в некоторых пьесах которые ставились ну после вашего рождения она поехала к мужу да когда я родилась и мама осталась без средств ей помогали друзья отца вот в том числе и силов кстати отец ну это уже потом второй раз вот без средств ей помогали но жить было очень трудно тем более что ее попросили из общежития раз муж арестован и она уехала со мной к отцу в минусинск там и таким образом у меня метрика что я родилась в минусинске на самом деле вот эта первая ложь которая была сделана нашими властями вот поэтому потому что все не понимали каким образом я вообще могла родиться в минусинске восемь месяцев мама вернулась но не в москву а в петербург и жила некоторое время со мной у матери моего мужа елизаветы борисовны либерман ну и дальше здесь может быть поговорим уже о втором аресте и о том как вы оказались свидетелем уже последний раз увидели родителей так после того как мама пожила некоторое время в ленинграде так как было от нее письмо сталину нас на там резолюции на этом письме очень интересные резолюции значит канцелярия сталина передать и годе и года передать агранову и так далее может быть это сыграло роль отца освободили он стал работать но не преподавателем а заместителем начальника какого-то отдела внешторга мама приехала к нему и они жили в москве со мной приехала но в тридцатом году в семнадцатого января отца должны были вызвать в цк чтобы восстановить во всех и партийных и прочих правах после ссылки а 16 до этого его арестовывают и он уже ему приписали групповое как я теперь из дела прочла групповое там силов журналист вот и силевич дали баш мама и азикович это сценарист кино сценарист им приписали какую-то подрывную деятельность совершенно непонятную потому что нигде никогда не в одном деле отца нету ни листовок ни бомб ничего то есть все одни сплошные лозунги троцкистка зиновьевска бухаринский там блок вот он хотел уничтожить правительство ну хотел может быть вот из этой пятерки и маму сослали сразу крайне на крайне как они писали сибири крайний север и и значит она была в томске потом оттуда ее переслали перевели это очень практиковалось властью в соль в очегодск оттуда ее перевели в устьвым в общем она жила на крайнем севере и бабушка меня даже к ней возила мои первые воспоминания матери именно что я с мамой катаюсь на собаках на нартах и у мамы была шуба и унты которые после войны истлели в нашем доме вот а отца по этому делу приговорили к высшей мере так же как и силова которого силова тут же расстреляли а отца по какой причине я не знаю нигде это не отмечено в его деле его заменили расстрел десятью годами ссылки в ветлагерь ветлужский лагерь под нижним новгородом ссылки или просто нет в лагерь на трудовой лагерь на тяжелых но так как он был экономист и так как он был человек грамотный а известно что в лагере использовали и врачей экономистов и всех не только на лесоповали он был там в лагере заместителем как узнала я вот совсем недавно и сделала заместителем по экономике этого лагеря поэтому когда его в лагере уже вторично арестовали то в списке то что у него из из было изъято кроме его трудов литературных и прочее было еще и наряды и объяснение экономические одного отдела другого отдела то что он делал по работе но это считалось виной ну так вот теперь значит мама это прожила какое-то время вот работы в студии хмелева но хмелеву тоже стали подбираться его не арестовали но смелгу его близкого друга арестовали тогда и расстреляли и и мама поняла что жить в москве она не может и она в тридцать пятом году отец уже сидел пять лет но ведь маму тоже по тому делу насколько понимаю в ссылку отправляли отправляли но ее же вернули в ленинград вот она приехала ее по этому же делу ее вернули она прожила в ленинграде потом у хмелева и это самое она уехала к отцу в лагерь она списалась с отцом и там ее устроили по договоренности с начальством начальство ее устроило воспитателем по художественной части она там ставила какие-то пьесы руководила каким-то хором я просто бывала иногда на этих представлениях если можно так выразиться вот а я поехала с ней значит первое мое впечатление мы приезжаем куда-то непонятно куда полный пустырь снег и нас в снег с вещами с мамой вываливают откуда появляются военные и мы идем вдоль длиннющего забора вот деревянный забор с острыми концами через который ничего не видно мы заходим домом это нельзя назвать это барак из не струганых досок впереди маленькая как сени если можно так выразиться там стол потом у мамы там стояли керосинки и комната в которой у одной другой стены нары и один стол сбитый из досок так крест-накрест и какие-то такие табуретки больше ничего нет мама стала это украшать это помещение она развесила по стенам какие то то есть она была там как вольно наем как вольно наемная и отец будучи заключенным и не он не оставался никогда он иногда к ней заходил это такая поблажка ему было ему было поблажка да его в судя по всему его в лагере уважали вот я училась в лагере потому что мне уже исполнилось семь лет я ходила в лагерную школу его насколько я понимаю я вас перебью в нашем мемориале есть в качестве экспоната грамота которую вам вручали да у меня она даже сегодня с собой вот я значит кончила там первый класс грамота грамота нарисована заключенными там очень смешной владимир ильич ленин нарисован вот и подписи мамы которая была и членом родительского комитета и табель довольно хорошими оценками таким образом я там училась но училась я не совсем докончила школу потому что в апреле месяце двенадцатого числа в ко мне вернее не ко мне к нам в комнату вечером пришли молодые люди я их не знала я кое-каких военных все-таки там запоминала а это молодые люди в портупеях крест-накрест в черных я очень запомнила черные начищенные сапоги и они начали что-то и привели отца к маме в комнату и начали что-то искать значит я уже легла спать я проснулась мама села около меня и наклонилась так чтобы я не видел надо мной потом я видела как мама плакала надо мной я все время спрашивала что происходит они смотрели книги и бросали их кучу я сказала разве можно книги бросать мама сказала тише тише ничего не говори и так продолжалось не знаю довольно долго как теперь я узнала в тот момент у мамы были изъят антокольский пастернак мирме в которых якобы были отмечены какие-то буквы и это отцу как шифр какое-то обвинение было на самом деле на этом акте подпись матери что никогда в книгах мы ничего не отмечали я не видел такой привычки у мужа и папиной рукой написано я в книгах этих ничего не отмечал но антокольского и это все-таки забрали забрали какие-то папины труды которые были у мамы но там произошел такой момент его отца несколько раз выводили из комнаты и когда он в третий раз по моему вошел в этот в этот комнату барака я увидела что у него изо рта течет кровь я спросила маму мама что с папой почему у него кровь течет она опять мне сказала тише тише это у него открылся туберкулез теперь я понимаю что это не туберкулез но на меня это так подействовало что я потом лет до 15 боялась этого слова вот и тут наступило прощание собственно говоря оторвались последний раз когда вы видели да это был последний раз то есть оторвали отца сначала потом оторвали меня от матери и это был последний момент когда я видела своих родителей вот потом потом опять же вот по ну случайность это не назовешь наверное но так по стечению обстоятельств вы избежали судьбы дальнейшей детдомовской и изменения вообще фамилии имени и отчества да я избежал это каким-то странным образом я не помню у меня про какой-то провал в памяти возможно от того что я очень переживала и очень плакала у меня совершенно я не понимаю я только помню что вдруг я очутилась в поезде с женщиной со своими со чемоданом своим со чемоданом маминым и с книгами с ящиком дальше в этом поезде это пассажирский вагон не купейный такой обычный плацкартный но дальше шла решетка и там сидел военный с ружьем а мы в крайнем купе с ней ехали она сказала что я везу тебя к родителям твоего отца мама дала адрес а кто это женщина я не знаю я даже я называла ее тетя имени не знаю когда она меня привела такие вот действительно в дом моего отца но дело в том что умерла бабушка а был только жив ее второй муж очень моего отца и она сказала ему я не назову своего имени вот вам ребенок мы наши но он сказал кодла я не знаю это правда или нет она уголовница постановила чтоб дочь такого хорошего человека не пропала и мы ее вот забрали и вот меня отсылают в вологодскую область я еду и вот я ее завожу к вам то есть это освободившаяся уголовница отвезла вас да освободивший уголовница меня дали отдали где меня прятали это время я не знаю потому что судьба всех детей остальных таких вот кто оставались это был детский дом ну и здесь уже дальше вас прятали родственники тут уже меня значит отчим моего отца очень испугался я была конечно вещественным доказательством связи с врагом народа меня передали дяде брату моего отца григорию целомоновичу кордовскому он был это время ректором первого медицинского института потом его тоже его судьба была тоже очень тяжелый его сначала арестовали его жену потом арестовали его самого дали ему пять лет он был на это в казахстане бакане потом через пять лет его вызвали как он уже рассказывал и сказали что он готовил всеми палатинские восстания когда он сказал что я там вообще не мог быть потому что я вот в этом лагере сижу его стали бить так как он врач и понимал он боялся ослепнуть он подписал бумаги ему дали еще десять лет он все отсидел потом его без права переезда его это на поселение отправили и только в пятьдесят шестом году он вернулся в ленинград и смог мне дать единственное обвинение которое у него было в деле это какие-то мелкие фотографии групповые с моим отцом вот ничего другого у него там не было но он умер от инфаркта в подъезде получил квартиру пенсию в общем у него такая судьба значит дальше у вас были скитания уже по родственникам москвы да значит сначала меня передали вот григорию там я жила за ширмой спрятаны и не ходил даже в коридор естественно не учились в это время нет потом меня передали но дело в том что апрель это уже лето наступало можно было не учиться потом меня отправили к моей тете с маминой стороны сестры к софи захарова дали баш там я очень недолго все на так и вот здесь я вас прерву мы уходим на московские новости ваш информированный собеседник студии эхо петербурга 13 часов 35 минут у микрофона по-прежнему лев гальштейн илья печенкин обеспечивает нам звук и мы продолжаем разговор о бузниках гулага о семье елизаветы александровна делебаш елизавета александровна ну не удается и не хватит наверное не только этого эфира на многих эфиров чтобы все последовательно рассказать об истории вашей семьи но давайте вот так то что вы уже узнали в тридцать седьмом году и отца и мать расстреляли расстреляли отца расстреляли в нижегородской тюрьме сразу по вынесению приговора через два часа это я узнала из дела прямо так что я место не захоронение ничего не знаю мать расстреляли среди 1111 тысячи 111 узников соловецких островов которых вывезли медвежий горск там разделили на группы и один каждый день начиная с 27 октября расстреливали по 200 человек один человек матвеев их выводили в соседнюю комнату раздевали били по голове бросали в машины потом привозили на место ям этих сандармохи это место недалеко от медвежий горска 19 километров такая распад распадка такая враг и скидывали в ямы и там находился этот матвеев который стрелял им в голову это не моя выдумка это проверено и фсб и прокуратурой известна эта история сандармоха я не буду об этом это отдельная тема но если говорить о вас меня значит меня отправили кавказ на кавказ я жила у тети и это было невозможно потому что боялись все ареста и меня отправили на кавказ на кавказе дедушки к дедушке с бабушкой я не училась нужно сказать что дедушка и бабушка у меня образованные грамотные люди они меня учили там я жила до пятого класса приехала потом в ленинград тут началась война и в войну я опять была была на кавказе через некоторое время сначала там тоже длинная очень история там много всякого было но что мне очень поразило это один очень такой момент дедушка был щитоводом в турецком селе место где мы жили это три полтора километра от одного села три до другого такое место он селекционер был вот и он ездил в это село был щитоводом и село было турецкое не грузинское он хорошо владел и грузинским и турецким и в один какой-то момент я находилась в нашем доме с дороги вдруг начали появляться машины и я училась тогда в девятом классе это сорок четвертый год цепочкой шли молодые военные у них были у всех значки сталинградская дивизия они шли по направлению к мимо моего дома оставили одного человека сказали не бойтесь вас никто не тронет мы знаем и прошли дальше в село теперь я знаю от слов бабушки когда бабушка в это время была с дедом в селе когда они пришли в село они сказали два часа вот сейчас подойдут машины это были огромные студы беккеры если вы знаете это полен лизу нам доставлены американские американские скрытым кузовом из брезента и можно брать два мешка на человека то есть людей высылали и давали два часа на сборы да и бабушка выскочила к ним ее они пригласили военные как они сказали толмачом потому что они по-турецки не говорили и она сказала женщинам выкидывайте из матрасов шерсть там же шерстяные матрасы и эти мешки наполняйте что вы хотите потому зерно посуду одеяло потому что маленький мешок это вообще вы погибнете в дороге и они стали это делать крестьяне был сплошной как она говорит крик и рев многие все путали потому что от страха от непонятного впечатления вот и потом поехали эти машины я на следующий день они поехали нет они ночью ночью это все было под вечер и ночью машины поехали с и я на всю жизнь запомнила это крик из этих машин не женский плач а мужской то ли они молились то ли они рыдали я не знаю что это было но вот так их везли причем везли не только с нашей дороги но везли из села Лауравели, там ещё несколько турецких сёл. Таким образом, сейчас про них говорят, что это турки-месхетитыцы. Но на другой стороне, через границу были сёла, где жили их родственники. Это вот такое было выселение. И одновременно в это время, не в это время, немножко раньше, приехали армяне, которые были во Франции и сражались в Маке. Дело в том, что французские женщины, очень многих из лагерей армян говорили, это мой брат... То есть армяне попали в плен? В плен. Попали в плен, были в лагерях. Французские женщины говорили, это мой брат, это мой родственник, это мой муж. И их отпускали немцы, потому что лагеря тоже были переполнены. А они шли в Маке. Маке – это освободительное движение французское. И они все получили награды французские, у некоторых даже ордена почётов. То есть они сражались с немцами? И несколько человек вернулось в город Ахалцев, которым я училась в школе. И среди них был молодой человек, который был моей подруге брат. В этот же день, когда выселили турков, их всех тоже погрузили семьями и отправили, как потом мне прислала Рузана письмо от Красноярска. Конечно, для людей из Кавказа дедушки-турки писали, что треть в дороге умерла. Потом стали писать, как им трудно работать, потому что их отправили на рисовые поля. А они в высокогорье жили. Они не привыкли к таким условиям. Всё было очень сложно. Совсем недавно я выяснила, вот недавно в газете было, что нападение киргизов на турков, которые там живут, кстати, до сих пор. Ну, вот такие впечатления. Эти впечатления и многое, то, что произошло, и съезд, который был. Вот съезд, 20-й съезд КВПСС в феврале. Да, который произошёл. И то, что я в 1956 году подала заявление, и мне вернули, дали только единственное свидетельство о смерти мартери отца, и тоже ложные, там цифры не те стояли, и никаких слов, когда и где умерли. Всё, конечно, готовило меня к тому, что я принять тот режим, который вот так поступил с моей семьёй, просто не могу. И благодаря многим, вот, и в мемориале людям, и в нашем Ленинградском мемориале очень много мне помогли найти какие-то отзвуки, какие-то моменты жизни моих родителей, моих родственников. Я не сказала, что кроме одного брата моего отца, второй брат тоже сидел, Виктор Соломонович, который был основателем советской документалистики. Тоже непростой человек. И все сёстры матери тоже сидели. Одну сестру матери беременную на шестом месяце отправили в ссылку в Таджикистан, другую сестру в Подкарганду. Не была арестована только тётя, у которой я потом жила, которая меня приняла к себе. Но муж её сидел. Спасибо большое, Елизавета Дилибаш, была у нас в студии. Спасибо за интервью. Спасибо. Узники ГУЛАГа Субтитры создавал DimaTorzok